Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что заглянули и хорошего вам просмотра! Тут у нас последнее время, очень часто сирены включают. Вчера был пожар, раньше такого вообще не было. Скорая, полиция. Что случилось опять, интересно. Здрасте вам! Вы откуда пришли? Заходи, Кеней, заходи. Ты тоже испугался, да? Такая тишина и сирены. Здесь, если что-то случается, включают сирены, весь город слышит, что что-то произошло. Когда наводнение было, тоже так же. Весь день, всю ночь кричали сирены. Завтра суббота, и так как в субботу мы обычно не работаем, это не рабочий день, но у нас день открытых дверей, и поэтому все хотят, не хотят, надо идти на работу. И я подумала, что коллегам будет приятно, и сделала вот такой вот турецкий бургуль-салат, который они очень любят. И теперь коротко покажу, как его делать. И для этого нам нужны такие продукты, как болгарский перец, лимон, стручковый перец, капуста вот такая вот латуга. Ну, я уже все приготовила, у меня уже все помыто здесь, петрушка. Вот латуга ее помыла и поставила ее остекать, чтобы вода стекла. Вот, и уже приготовила заранее бургуль, залила его кипятком, оставила настояться минут 10. Отдельно пожарила на растительном масле томатную пасту и красный острый перец. Ну, чили перец мы любим острый, уже не раз говорила я. Вот, и теперь буду нарезать овощи и добавлять в этот бургуль готовый. Салатнилка не обязательно резать, он и так там сядет. Так же нарезали петрушку, ну, конечно, чуть мелче, но она чуть губая, но она очень хорошо подходит на этот салат. Так же нарезать бургуль, ну, желательно, конечно, чуть мелко, потому что он крупный такой. Все осталось салат помешать, и потом я сверху еще залью лимоном. Один лимон на вот этот весь салат кислый не будет, очень вкусно, он придает свою такую нотку приятную, с кислинкой. И еще остренький салат получается очень вкусный. Все, салат я перемешала, вот такой вот цветной, красивый он получается. Ну, сегодня я немного переборщила с петрушкой, потому что я подумала, что там побольше зелени было, и положила и капусту, и петрушку немножко больше. Все осталось спалить лимоном и украсить лимоном, и мой салатик готов. Все, вкусила, готов. Такая красивая паутинка, стянутая. Ух ты, это что за паучок работал тут. Какой работяшка. Все полностью стянута паутины. Прямо не цветочная клуба, а зоопарк. То гусеницы, то пауки. Всем доброе утро, всем привет. Сегодня суббота, 8 часов 40 минут. Я еду на работу. Обычно по субботам мы не работаем, но так как сегодня у нас день открытых дверей, поэтому сегодня у нас рабочий день считается. День открытых дверей у всех проходит по-разному. У нас, например, приходят родители, которые хотят своих детей устроить в наш детский сад, и они задают вопросы, смотрят наш садик. Наш детский сад устроится очень непросто, потому что там есть определенные пункты, которые, если этих пунктов нет, то ребенка не возьмут в детский сад. Потому что там есть 5-6 определенных пунктов, например, самое важное, я так и скажу, это оба родители должны быть заняты, беру стетичь, то есть оба родители должны работать. Если мать-одиночка или отец-одиночка, который один воспитывает ребенка, это тоже особый пункт, это почти первый пункт. Потом пункты, они должны относиться к этому же району, с другого района, если у нас места есть, берем, а так не берем с другого района. Я назвала такие важные пункты. Такой пункт, еще это главный пункт, тоже берутся особенные дети, мы их по-другому не называем, потому что у нас специально для этого есть инклюзион педагоги, которые этим занимаются, и не во все садики берут особенных детей. За ними здесь хороший уход, и, как называется, за ними смотрят один воспитатель на одного ребенка, это целый день за ребенком хорошо смотрится. Это называется инклюзион крафт. У меня заехала молодая девчонка. Жалко как-то с одной стороны ее, совсем молоденькая, она не увидела, что уже почти красный был. Да, короче, я до работы не доехала. Заехала у меня девочка одна. Ну и жалко как-то ее, и меня тоже жалко. Я сначала не поняла, думаю, что такое. Она остановилась на светофоре, и такой прям сильный удар. И я думала, может, в моей машине, может, колесо улыбнуло, может, еще что-то, оно может, все же может быть. Вот. Полиция сразу приехала, даже пяти минут не прошла, полиция приехала. Сейчас, ну, мне надо сейчас пройчу, потому что у меня очень сильно болит спина. И сейчас у меня еще шок, дрожит все. Сейчас ждем, чтобы полиция будет говорить. Она бедная плачет, мне ее жалко тоже. Ну, вот так вот. Так день начался, я могу сказать. Ну, вот так вот. Здесь уже созд HAVE долю Clearidad. Здесь уже getirят все документы. Вы получали вредуksen, которые係но этих дисков. Здесь все новые данные, которые были penseми на земле, Даме, мы будем говорить, что она обязана, что в следующем 3 дня в последние 3 дня, в результате, что она может иметь в последние 3 дня, чтобы она ее требует... Все хорошо. У нас еще какие-то вопросы? Хорошо, спасибо. Шин, шинчакл Заехала просто снять даже вот эту безрукавку и прийти в себя До сих пор дрожит все Не знаю Потом надо мне прямо в больницу ехать Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, приехала в больницу Теперь надо часами сидеть и ждать Как говорится, вот я съездила на работу Теперь буду здесь сидеть часа 4-5, наверное, если и не больше Завели в комнату Сейчас, говорит, хирург придет, будет смотреть Да, больницы в ужасном состоянии здесь тоже У меня всегда был страх перед больницами Так боюсь сюда попасть Отправили делать рентген Сейчас это на рентген Ох уж эти длинные бесконечные больничные коридоры Позвонила звонок, говорит, это будет долго, говорит, да он, как называется, долго длится Ни одной души нету, никого нету Еще говорят, что они много работают Вообще, больница пустая Потому что суббота, утро Длинные пустые коридоры Но мне, конечно же, повезло Сейчас очень рано И сегодня суббота И здесь пока никого нет Может, мне повезет И я смогу пораньше пойти домой Обычно здесь в любое время суток было полно людей Сейчас Вообще, можно сказать, никого и нету Посадили меня в следующий кабинет Сказали, сейчас хирург придет Посмотрит снимки И потом скажет, что дальше будем делать Я надеюсь, что у меня ничего нету Ничего нету Коллега сегодня должна была привезти завтрак Ну, так как я без завтрака остаюсь Надо будет Выпью хотя бы чашечку кофе Все после трехчасового ожидания Вышла я из больницы Все хорошо Бумаги надо будет в понедельник забрать Потому что они нужны Для страховки Выписали бюллетень Выписали кучу лекарств И отправили домой Отлюживаться Пока в больнице сидела Много пациентов Жалуются, что очень грубое отношение Глубят Не отвечают Не здороваются Вообще, это для Германии Это очень ненормально считается Потому что Здесь хоть как бы у тебя Какой бы у тебя настроение не было Ты должен улыбаться И ты должен клиентам относиться очень хорошо И говорят, что у них слишком много работы Сегодня суббота И, честно говоря, коридоры пустые Никого вообще не было Я не знаю, что они там И нам тоже ждите-ждите Мы там часами сидели и ждали Так как происшествие произошло Когда я ехала на работу Это считается, что рабочее Рабочее происшествие И я обязана поехать в больницу Вот Хоть даже у меня никаких там Страшных повреждений нет У меня болит спина Но это Как это от удара, видимо То, что у меня сильно Сзади она заехала Вот Я должна пойти на работу Они полностью расспрашивают Была ли я пристегнута Был ли у меня ремень Ну, все спрашивают Вопрос задают Потому что, если вдруг Что-то не так будет Они говорят, что Страховка не действительно такая Если вы что-то не придержались То есть, например, вы не пристегнуты были То вам никакая страховка Ничего не заплатит Нет, здесь платить не будут Но если вдруг Какие-то проблемы у меня будут Когда-то с моей спиной И Это все будет Я буду идти как приват-пациент Это получается, что Не как через обычную Мою кассу А буду как Не знаю Виопись, скажем так Поэтому это очень важно Что Если вы едете на работу Это дорога От дома До работы На работе И обратно С работы домой Это все Застраховано Поэтому надо Если вдруг что-то случается Даже если вы Споткнулись И себе там больно сделали Надо обязательно Пойти к врачу И Чтобы они это Вам Письменно Дали такую бумагу Ну мне дали Сейчас бюллетень На сегодня Суббота До вторника Сказали, чтобы я В понедельник пошла Обязательно К врачу И чтобы врач Еще раз посмотрел Как и что Потому что они говорят Что может быть У вас сейчас шок И вы сейчас Особо не Не понимаете Что у вас там болит Что у вас там не болит Поэтому надо Обязательно Пойти к врачу И еще раз Говорят Это Ну Чтобы посмотрел Еще раз В больнице Выписали Всевозможные Обезболивающие Это все бесплатно По идее За каждое лекарство Я должна была Заплатить 5 евро Ну Так как Это произошло По дороге На работу И Дорога на работу И обратно Конечно же И на работе тоже Это застраховано Все И Поэтому Это перенимает На себя Больничная касса Вот побили Мою ласточку Разбилась Оказывается Стекло Я даже не видела Будем Наверное Чинить ее В принципе Там не особо Сильно поцарапали И вот это стекло Разбилось На лампе А так нормально Все Как мне в больнице Порекомендовали Я пришла домой И начала Расслабляться Врачей же Надо слушаться Расслабляться У нас сегодня Штормовое предупреждение Очень сильный ветер Ломает Ветки деревьев Мои цветы поломал И вообще Как-то неуютно Девять часов утра На улице темно Ух На камере даже светлее смотрится И вот такой вот ветер У нас там ураган Запустить тебя, да? Запустить нагулялся ты? Ты же сам просился на улицу Пришла на заправку заправиться Вы не поверите Посмотрите на эту цену Литр бензина стоит 1 евро 71 цент Это просто Просто ужас Не поверите За 9 литров бензина Я заплатила 17 евро Куда так угодиться Вообще Вообще Просто я Как у меня слов нет Сижу у хирурга И дали вот такую вот бумагу Надо заполнить Это Специальная бумага Если у вас Рабочая травма какая-то Все Буду заполнить Надо заполнить бумаги Кем я работаю Где я работаю Адрес моей фирмы И про аварию Когда случилось Во сколько случилось И кто мне первый помог Теперь сижу В кабинете Жду врача Врач, между прочим, русский В этом году Осень у нас просто прекрасная Солнечная Теплая Из-за того, что Мой врач в отпуску Мне пришлось поехать В другой район города Его заменяющий врач Честно говоря Мне особо и не надо было Но от того, что это Рабочее Рабочее происшествие Так как я ехала на работу И поэтому мне нужно Обязательно пойти к врачу Чтобы если вдруг Когда-то что-то у меня было Будет Например, с проблемой Со спиной С шеей То, чтобы Мне не самой пришлось За это платить А платила страховка Приехали к страховщику Он теперь будет смотреть Сколько будет Обойдется это все Измеряется линейкой Что-то они там Дергают ее Фрографируют Измеряют Ихняя задача Тоже как можно Побольше денег содрать Со страховки Потому что Они оттуда Проценты получают Корректоректор А.Кулакова Ост vídeo Ост Geek За это Все Когда Там По Процентрái Все 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 ты злюка да ты злюка да ударить ты злюка что-ли кинать на него на готове такой ты кинай такой ты злюка хороши мать и хороши ну не кусай не кусай хороши хороши красивый мать и косил глаза глаза хороши мальчики мэга хороши хороши все все молодец все-все ты же не сильно кусаешься где и